Шпили. Резные наличники. Это украшены деревянные ставни окон. И кокошники. Украшение в верхней части окна, названное из-за сходства с традиционным женским головным убором. Гребешки. Деревянные украшения на крышах. Резные фронтоны. Карнизы. Изображение животных, цветов, солнца. До XIV века каменные здания были редкими в городах. Они принадлежали богатым владельцам или церкви. И часто были украшены так же, как и деревянные. Старинные каменные храмы, сохранившие свой облик, позволяют нам узнать традиции древнего зодчества. В конце XVII века правителем России стал Петр I. Он хотел, чтобы Россия перенимала европейские традиции. Поэтому здания в новой столице государства, в Санкт-Петербурге, стали строить по европейским образцам дворцов Дании, Англии, Франции и Италии. Русское зодчество слабо развивалось в Москве и сибирских городах. Некоторые традиции были забыты. Однако уже в середине XIX века русское зодчество получило шанс на возрождение. «Политика императоров Александра II и Александра III...» Меня плохо слышно? Не могли бы вы выключить звук, пожалуйста? Итак, политика императоров Александра II и Александра III была направлена на восстановление национальных традиций и объявление России к особого самобытного государства. Теперь архитекторы могли использовать дорогие материалы и современные техники обработки, чтобы сделать постройку прочной и удобной. Порпус здания строился по принципам европейского строительства, однако окна, крыши, парадные входы и декоративные элементы повторяли образцы деревянного зодчества. Так появился неорусский стиль архитектуры. На данном слайде вы видите пример. Это исторический музей в Москве. А это пример зданий также в Москве и в Санкт-Петербурге, храм Спаса на Крови. Как было сказано ранее, деревянное зодчество продолжало развиваться в Сибири. В Томске осталось более 500 памятников деревянной архитектуры. Этот город проявлекает многих туристов из других стран мира увидеть разнообразные здания, сохранившие традиции деревянного зодчества. А это изумрудный дом. По легенде, автор Александр Волков, который написал «Волшебник изумрудного города» или «The Wizard of the Emerald City», был вдохновлен именно этим домом при написании своего произведения. Что же деревянная архитектура может рассказать о национальных особенностях? Во-первых, в России гордятся древними традициями и стараются сохранить их. Во-вторых, жители нашей страны любят природу. В декоративных элементах зданий использованы образы животных, растений, гор, рек и солнца, которые выполняют функцию бега. В-третьих, русский человек ценит не только красоту, но и прочность здания. Для нас важно, чтобы дома было тепло и безопасно. Наконец, в России важно показать свою индивидуальность, но при этом чувствовать национальное единство. Спасибо вам за внимание. Буду готова ответить на ваши вопросы. Спасибо, Анастасия, за выступление и прекрасную презентацию. Я хотела бы спросить, как было слышно? Я думаю, хорошо было. Хорошо было слышно, да. Все прекрасно слышно. Да, да. Только просьба, выключите микрофон и тогда, когда мы слушаем выступающего. Тут был легкий какой-то шум, помехи были. Просьба быть внимательнее. Пожалуйста, какие вопросы есть к Анастасии? Коллеги или друзья, есть вопросы у вас? По архитектуре. И почему архитектура выражает характер народа? Ну, видимо, всем все понятно, да? Может быть, у меня вопрос. Пожалуйста. А скажите, пожалуйста, архитектура, которая есть в Томске, это отличается, каким образом отличается от архитектуры, то есть других районов России? Так вот это, например, вот такое красивое. Есть ли такие, как Владимиры, либо с Южды, это такая же архитектура или это отличается чем-нибудь? Да, конечно, я бы сказала, что архитектура в Томской области и в Томске отличается от архитектуры в других регионах страны, даже потому, как строят здания. Толщина, допустим, стен, так как в Томске довольно холодно, особенно зимой, толщина стен отличается. Стены намного более широкие, плотные. Окна могут быть маленькими, но тем не менее хорошо украшены. Также в Томске любят украшать именно крыши зданий, делать резные фронтоны, фризы, как вы видите, и любят делать их белыми. То есть белый цвет напоминает нам и ней, снег, и особенно красиво это выглядит зимой. Прекрасный ответ. Спасибо еще раз Анастасии. И мы готовы выслушать сообщение Панкай Кумар Шарма о музыкальных инструментах Индии. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые госпитатели. Панкай, would you like to share your screen? Yes, sir. Пожалуйста. Is it visible, sir? Да, visible. Just make a full screen. Full screen, да. Full screen, пожалуйста. Слайдшо. You need to share it again. Content, он ек keerule вас вместе, спinnитесь. Кажется, но и всею в дождь. Это full screen, мы и примем вам новое у вас contain. chyba? Пожалуйста, спасибо. Индийские мудриды – это богатая и разнообразная форма искусства, которая развивалась на протяжении нескольких последствий. Индийская музыка известна своими сложными ритмами и уникальными. Мы видим, что индийская музыка известна как индийская классическая музыка. Индийская классическая музыка имеет долгую и богатую историю. Я не могу говорить весь историю музыки. Только говорить, что это. В Индии считаем, что вагина старшатой музыки и она держит это какой-то рудрабина. Это означает именем рудрабина. И это многие какие-то музыкальные инструменты, которые используются в индийской музыке. Индийская народная музыка – это разнообразный жанр, который еще временем развивался благодаря выкладу различных региональных культур. Он известен индийской народной музыке со своими простыми звуками. Мы видим, как сотрудничество между индийскими и российскими музыкантами. В последние годы между индийскими и российскими музыкантами было несколько совместных проектов. Под очередной войсок между мизокультурными обменами между двумя странами. Популярна русская музыкальная группа в Индии. Первая музыкальная группа – «Сворня жали», которая означает в Индии музыка для души. «Сворня жали» была известна в 2006 году, в 2006 году, в 2006 году, в 2006 году, «Сворня жали», которая использовала фьюжен концентр индийской и российской музыки. «Сворня жали» «Сворня жалли» «Сворня жали», «Сворня жали», «Сворня жали», «Сворня жали» Это индийский мастер «Гулфам Собри» «Гулфам Собри» это образ музыки. и Дармендр Готам, который популярен для его танец, выступили вместе на специальном образовании и публикали своим искусствующим и предоставлением впервые в России. Это был один из первых конферентов ГАЗЕ. Две культуры объединялись и показывали свою красоту через селение музыки и танца. На концерте присутствовали предоставатели индийской опции. Мы можем видеть это программа. Программа из концерта. Программа из концерта. Программа из концерта. Программа из концерта. Следующий слайд, и заключаем, пожалуйста. Следующий слайд, это тоже индийская, классическая и русская народная музыка, который это музыкальный совместный проект индийских классиков и русских народных музыкантов. Он направлен на обвязание уникальных музыкальных традиций обоих культур и создание права. Само-со-пред, в проекте предоставлен ряд инструментов обоих музыкальных стилей, в том числе, это индийский инструмент и табла, это тоже индийский инструмент, лайлайка и аккордион. Аккордион, это русский инструмент, это семцы сами, групп, концентр. Мы можем видеть, как укрепление связи через индийскую и русскую музыку. Российские музыканты подписывают Индию, чтобы выступать и проводить мастер-классы. Их совместные культурные мероприятия и фестивали демонстрируют разнообразие музыкальных традиций обоих странах. Укрепление связи через индийскую и русскую музыку. Только может быть в примере. В примере, московские международные музыкальные фестивали регулярно предоставляют русских музыкантов фестивали индийской музыки в России. Индийская и русская музыка создают советы, предоставляющие языковые и культурные борьбы. Наводные мосты между двумя народами. Это какой-то пример. Когда мы увидели яркую культуру Аталия, и мы нашлили укрепление связи через индийскую музыку в Москве, программе культурного обмена способствуют возаимную и признательную между индий и Россией. Сотрудничество между индийскими и российскими музыкантами проявило бы уникальными выступлениями и опитом. В заключении можно сказать это. Резиме президента индийская музыка – это богатая и разнообразная форма искусства, которая разведилась на протезионных и в нескольких остальных. На него оказали веления различные мировые музыкальные традиции, в том числе русская музыка. Спасибо за внимание. И у вас какой-то вопрос можно заделать. Поздравляю. Спасибо за ваш доклад. Было очень интересно. Мы узнали о новых для нас инструментах музыкальных. А подскажите, вы сами играете на каком-нибудь музыкальном инструменте? Да. Так было. И сложно на нем играть или легко для вас? Нет. Один раз я не играл. Отлично. Значит, на нашей следующей встрече вы нам что-нибудь сыграете. Спасибо за то, что вы уложились в отведенный регламент. И предоставляем слово Екатерине Струк, которая вот сидит рядом со мной. И тема ее выступления – известные сюжеты в картинах русских художников. Попросим Катю говорить громко, отчетливо и небыстро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Скажите, пожалуйста, а видно ли презентацию на экране? Видно? Да, видно. Сейчас перелистываю слайды. Все ли тоже видно? Все ли работает? Все, отлично. Дорогие коллеги, уважаемые друзья, меня зовут Струк Екатерина, и сегодня я хотела бы вам показать нашу страну в краску. Изобразительное искусство имеет большое значение в культурном развитии России. В нашей стране много талантливых художников, благодаря которым весь мир узнал об особенностях русской души и природы. Сегодня я хотела бы показать вам картины этих художников и показать нашу страну в новом для вас свете. Многие картины сейчас находятся в Третьяковской галерее в Москве. Если вы окажетесь в России, обязательно посетите это место, вам там очень понравится. Именами знаменитых русских художников мы называем улицы, торговые центры, и они прочно вошли в нашу культуру. Но кто же они, эти великие художники, и как они попали в мир искусства? Сегодня я покажу вам их картины. Начать я хотела бы с Андрея Рублева, русского иконописца московской школы. Русская традиция началась с картин в стенах храмов. Его работы известны своим тонким отражением ликов святых. В своих произведениях, в рамках иконографии, Рублев воплотил новое возвышенное понимание духовной красоты и нравственной силы человека. Творчество Рублева является одной из вершин русской и мировой культуры. На экране вы можете видеть его икону Троица. Она написана художником в 15 веке. Является одной из самых прославленных русских икон. Следующий художник – это Алексей Кондратьевич Саврасов, знаменитый русский художник-пейзажист. Алексей Саврасов – любитель лиричных пейзажей, учил молодых художников чувствовать русскую природу. Живописец использовал сдержанные краски и писал обыденные для средней полосы России пейзажи. Однако его особенные приемы делали полотна воздушными и поэтичными, помогали чувствовать всю красоту русской души. На экране вы можете видеть одну из самых знаменитых картин «Грачи прилетели». Для нас «Грачи прилетели» значит, что наступила весна. Саврасов начал работу над картиной в марте 1871 года. Писал он свою картину в Костромской губернии. Кострома – это город около Москвы. Прообразом храма, изображенного на картине, является построенная в конце XVII века Воскресенская церковь, сохранившаяся до сих пор. Следующий художник – это Виктор Михайлович Воснецов. Воснецов является основоположником неорусского стиля, преобразованного из исторических жанров и романтических. Они всегда связаны с фольклором и символизмом. Творчество художника сыграло важную роль в развитии российского изобразительного искусства. Виктор Воснецов писал многие картины на темы русских сказок. Сейчас я покажу вам картину «Аленушка» и картину «Богатыри». Начнем с картины «Богатыри». Это картина Воснецова, над которой он работал около 20 лет. На ней вы можете видеть трех великих русских богатырей. Алеша Попович, Илья Муроминц и Добрыня Никитич. Это главные герои русских былин, на картине «Они стоят на страже Родины от врага». И вторая картина «Аленушка». Изначально картина называлась «Дурочка-аленушка», но впоследствии она была переименована просто в «Аленушку». Дурочками в то время называли сирот, детей без родителей. Но впоследствии восприятели зрителей картина связалась со сказкой про сестрицу «Аленушку» и брата «Иванушку». Следующий художник – Иван Иванович Шишкин. Он был тонким знатоком русской природы. Шишкину принадлежит важное место среди русских художников. В своих произведениях он является знатоком русской природы и очень тонко отображает всю растительность России. Все деревья, кустики, цветы. Среди всех произведений художника наиболее популярна картина «Утро в сосновом бару». Вы увидите ее на экране. Первоначально на панно было очень большое, и на ней не было особенных русских мишек. Но впоследствии друг художника Константин Савицкий предложил пополнить картину фигурами живых существ – медведей. По просьбе Шишкина, который не очень хорошо мог нарисовать этих мишек, Константин Савицкий ему помог и изобразил семейку диких зверей, беззаботно играющих между корнями и стволами поваленных сосен. Сегодня эту картину можно увидеть также на конфетах «Мишка-косолапый». Очень любимые конфеты, которые любят все дети в России. Вкус знакомый с детства. Следующий художник – Иван Константинович Айвазовский. Будучи художником с мировой известностью, Иван Константинович предпочитал жить и работать на своей родине – Крыму. Айвазовский наиболее известен своими морскими пейзажами, которые составляют больше половины его работ. Метод работы художника заключался в том, что он не писал своих картин с натурой, а восстанавливал их по памяти с помощью схематичных рисунков. В 1850 году он начнет работу над знаменитой картиной «Девятый вал». Сейчас картина находится в Государственном русском музее. Живописец изображает море после очень сильного ночного шторма и людей, потерпевших корабликрушение. Эта картина явилась не только синтезом его творчества за предшествующие десятилетия, но и самым ярким произведением романтического направления в русской живописи. Следующий художник – Илья Ефимович Репин. Уже с самого начала своего творчества Репин стал значи одной из ключевых фигур русского реализма. Художнику удалось решить задачу отражения в живописи всего разнообразия окружающей жизни. В своем творчестве он умел охватить все стороны современности, темы, которые волновали общество в то время. Рождение исторического полотна «Иван Грозный и его сын Иван», созданного по мотивам произведения русского композитора римского Корсакова, картина изображает эпизод из жизни русского царя Ивана Грозного, когда он в сильном гневе якобы нанес смертельный удар своему сыну-царевичу Ивану. Это очень эмоциональная и яркая картина, является одним из главных произведений автора. Следующий художник – Михаил Александрович Врубель. Картину «Царевна Лебель» Врубель написал параллельно с работой над оформлением оперы Николая Римского-Корсакова. Это сказка, также Пушкина, сказка о царе Салтане, в которой была такая героиня, как «Царевна Лебедь». Однако эту картину нельзя считать ни иллюстрацией к сказке, ни отражением оперы. Она индивидуальная, это индивидуальное произведение искусства. Также в очередной раз на этой картине Врубель отображает свою жену, и это как бы полотно, посвященное ей. Следующий художник – Василий Васильевич Кандинский. Русский художник и теоретик изобразительного искусства, ставший у истоков абстракционизма. Кандинский вывел собственную теорию об эмоциях, которые выражаются через яркий цвет и в основе цветовых контрастов. Его знаменитые картины представлены в музеях в России, но я вынесла вам на экран полотно «Секущая линия». Следующий художник – Казимир Малевич, российский и советский художник-авангардист, основоположник одного из крупнейших направлений абстракционизма. Одной из особенностей техники живописи Малевича было наложение красок одна на другую для получения особого рода цветовых пятен. Так всегда Малевич рисует несколько, накладывает несколько красок на одно и то же полотно. В начале 20 века два этих художника, Кандинский и Малевич, заложили основы современного искусства, и впоследствии очень многие зарубежные художники ими вдохновлялись. Таким образом, мы с вами посмотрели, как по-разному художники воплощали русскую природу и душу в своих работах. Наша страна богата талантами. Русские художники известны по всему миру, и их картины заметно выделяются на мировой арене. На этом у меня всё. Буду рада ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, есть ли вопросы к Екатерине? Да. Здравствуйте. Пожалуйста. В России много художников, но работы Андрея Рувлева считают предметом поколения. Почему мой вопрос о том, как возносилась работа над Андреем Рувлевевым и поклонением? Ага. Вы спрашиваете о том, как работы Андрея Рувлева сказались на последующих поколениях. Правильно я вас поняла? Да. Андрей Рувлев – это русский иконописец, который впервые начал изображать святых в человеческом виде. Сейчас покажу вам ещё раз его картины. Так, листаю презентацию. Вот, отлично. То есть он был одним из первых художников, который начал изображать святых смотрящим на зрителя. То есть мы увидели лицо святого, мы увидели его выражение, мы увидели эмоции. И впоследствии дальше русские художники это унаследовали, то есть постепенно начали изображать святых в виде таких людей и начали показывать у них эмоции, что они действительно чувствуют. Например, на этой картине мы можем видеть серьёзного старца, который смотрит прямо на нас, то есть он нас как бы поучает. И вот на картине, на иконе троица мы видим трёх архангелов, которые обсуждают, которые разговаривают и обсуждают. Мы видим, что они печалятся, мы видим, что они озадачены, то есть мы видим их эмоции. Именно это повлияло на дальнейших художников. Благодарим вас, Екатерина. Очень хорошо ответили на вопрос. Есть ли ещё вопросы у нашей аудитории? Вопросов нет? Тогда переходим к следующему сообщению. Ашиш Кумар Мишра, университет Джавахарлала Неру. Тема сообщения – песни, как мелодия Болливуда. Пожалуйста. Спасибо. Ашиш Кумар, с нами. Ашиш Кумар, с нами? Ашиш, интересно. Ашиш? Ашиш, пожалуйста. Ашиш, you ready? Ашиш, you ready? Ашиш, you ready? Слично? Ашиш, you ready? Да, you ready? Да, you ready? Включите видеокамеру, пожалуйста. И презентацию, пожалуйста, демонстрируйте. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые, уважаемые учители и профессионалы, и друзья. Сегодня я предоставляю с вами о музыке, особенно о музыке в Индии. Музика, как мы уже знаем, это форма искусства, также форма развлечения, которая объединяет звуки таким образом, чтобы иллюзия нравилась. Их интересными или танцевали на них. И усиление общего воздействия фильма. Многие фильмы Болливуда стали популярными во многом благодаря их музыке, а песни стали хитами, возглавляющими чарты и достигли огромной популярности. Болливуд — это термин, используемый для определения индийской киноиндустрии. Это слово происходит от популярного в Индии города Бомбей. Музика Болливуда заразилась в 1931 году, появлением первого в Индии звукового фильма «Алам Ара», в котором было семь песен. Дальше мы говорим о типах индийских песен, песне из фильмов. Это песни созданы специально для фильмов Болливуда. Эти песни часто сочиняются с учетом сюжетной линии фильма и используются для усиления общего повествования. Вторая типа — это поп-песни. Поп-песни в Индии, как правило, не относятся к фильмам и создаются независимыми исполнителями или музыкальными компаниями. Эти песни могут быть на любом языке, и многие из них становятся популярными благодаря своим запоминающимся мелодиям и текстам песен. Третья черта — это религиозные песни. Религиозные песни — это песни, которые поются во славу божества или религиозного водителя. Эти песни являются во время религиозных праздников и церемоний. Следующая черта — это народные песни. Народные песни вы можете найти народную песню на большей части территории, страны. Индия также богата народными песнями. Такие стадии, как Раджистан, Панжав, Бихар, Утрахан имеют много народных песен в своей культуре. Как уже говорили, Болливуд зародился в 1931 году. Но я говорю об эволюции болливудских песен. В период 1940 года Индия выпустила около 10 тысяч песен. В этот период многие оригинальные актеры и актрисы пели песни, похожие на холливудские. Уже в 20-е годы появилась концепция воспроизведения пения. Воспроизведение пения. И устраивает. Зачем появилась песня современной эпохи? С 1980-х в настоящие времена. Современная эпоха болливуда ознаменевалась с появлением электронной музыки и жанров чужих. И также появлением новых музыкальных режиссеров, таких как «Райман» и «Притам». Песни болливуда стали более разнообразными, с влиянием западной музыки и других жанров. Но сейчас я говорю о элементах песен. Первый элемент – это чекст песен. Чекст песен является важной частью индийских песен и часто передают эмоции и настроение в кришназе фильмах. Многие индийские песни известны своими поэтическими и романтическими чекстами. Но есть также песни, которые передают патриартическое послание. Вот это некоторые известные индийские поэты, как Лизавет Актер, Гульзар, Иршат Камиль и Амита Батача. И я хочу говорить о Иршат Камиле. Сейчас он очень известный поэт. «Вимой сборник сиков и песен на русском языке», который был приведен нашим учителем, профессором доктор Сони Сани. Книга называется «Сезон поэтии Индии». Вот эта книга. Следующий элемент – это элементы песен. Это мелодия. Мелодия – еще один ключевой элемент болливудских песен. Большинство песен было основано на индийской классической музыке и выключаются в себя различные музыкальные гаммы и раги. Мелодия песен часто является тем, что делает ее запоминающейся. «Перед» передает мелодию в песни своим голосом. Вот это некоторые из популярных певцов Болливуда. Индийская музыка есть разный стиль. Некоторые из – вангра, кавали и классический стиль. Ашиз, заключайте, пожалуйста. Да, да. Вот это – вангра, кавали и классический стиль. Многие фильмы сейчас также заимствуют идеи из популярной западной музыки. Они берут элементы репа, кип-попа, чехно-регетона и арабской музыки и объединяют их по своих песнях. Спасибо вам за все внимание. Спасибо вам огромное за вашу презентацию. Отдельно спасибо вам за вашу речь. Все было понятно и очень интересно. У меня появился такой вопрос. Как вы считаете, какой наиболее показательный фильм с болливудской музыкой вы можете посоветовать нам, чтобы проникнуться этой идеей? Вы меня слышали? Меня хорошо слышно? Наверное, стоит еще раз повторить вопрос. Я хотела бы спросить, а какой фильм вы могли бы порекомендовать нам, чтобы мы прониклись идеей болливудской музыки? Вопрос понятен? Вопрос понятен? Может, у него какая-то техническая проблема? Есть разные фильмы. Мы можем вам прислать список фильмов. Хорошо, спасибо. Мы хотели бы через фильмы проникнуться в суть музыки Болливуда. Благодарим вас еще раз и идем дальше по нашей программе. Сейчас мы предоставим слово Арине Субботко. Она расскажет нам об искусстве балета как визитной карточке русской культуры и ответит на вопрос, почему русский балет стал эталоном для всего мира? Сейчас Арина подготовится. Все, мы готовы. Добрый день. Можете ли вы видеть презентацию? Ну что ж, давайте начнем. Меня зовут Субботко Алина. И сегодня в рамках нашей конференции об искусстве я хотела бы поговорить о русском балете. Балет «Национальная гордость России» и визитная карточка российской культуры. Я бы хотела отправиться с вами в мини-путешествие по миру русского балета. Мы для начала должны определить, что же такое балет. Слово «балет» происходит от итальянского слова «танцую». Это своеобразный спектакль, в котором не используются слова, но используется музыка. Так музыка, танец, живопись, изобразительное искусство объединяются между собой, выстраивая сложный спектакль, который происходит на театральной сцене. Говоря об истории балета, нужно сказать, что впервые он был увиден в России еще в 17 веке. Но тогда балет не прижился и исчез на целый век. Однако, балет получил широкое распространение в России, а тогда еще в Российской империи, в 18 веке. Не сразу, но постепенно балет стал меняться на русский лад. Он вобрал в себя элементы народных танцев. Техника стала более гибкой и отточенной. Принято считать, что балет вошел в Россию полностью тогда, когда открылась первая балетная школа. В 19 веке общая идея русского балета продолжила меняться. Если раньше сюжеты были мифологическими и драматическими, то сейчас они стали более романтическими, что вновь повлияло и на манеру танца. Эффект дополнялся с помощью костюмов, пачек, знаменитых символов балета. Конечно, сначала они не были такими, какими мы представляем их сейчас. И чтобы подчеркнуть разницу между танцем и реальностью, стали использоваться пуанты. На изменение идеи или же концепции повлияли и другие факторы. Так, настоящий переворот в балете совершил Петр Ильич Чайковский, который написал множество композиций для постановок. Именно он совместно с Пятипа участвовал в создании известного на весь мир спектакля «Лебединое озеро». Они совместно работали еще над двумя популярными постановками – «Спящей красавицей» и «Щелкунчиком». Эти балеты входят в десятку самых известных балетов в мире. А сейчас я хотела бы прервать демонстрацию, чтобы показать вам отрывок из балета «Лебединое озеро». А я именно хочу вам поговорить только так. А сейчас я, всё, все, все. Я точно здесь, всё. И, ты, 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 я... Яlawlessу, жизнь. У нас, ты! Я говорю уже как-то, всё! Ты, 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 ты! Ты, ты, ты. Я кей, ты. Ты, ты, ты! Ты, 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 ты! Ты, 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 ты! По-моему, звука нет, звука не поделились. Звука видно, но звука нет. А сейчас звук появился. Нет, это бывает во время демонстрации экрана. Надо нажмать кнопочку внизу. Демонстрация экрана внизу есть включить звук, кнопочку надо нажать и потом надо нажать на демонстрацию экрана. Звук будет. Попробуем настроить видео, а пока продолжим. До сих пор в культурном сообществе ведутся споры о том, что важнее в балете – музыка или хореография. Но все же все понимают, что эти вещи нельзя отделить друг от друга. Ведь атмосфера балета, особенная таинственная, достигается с помощью взаимодействия этих компонентов. Одна из других составляющих этого уравнения – это декорации на сцене. Их количество минимально, а самую большую роль играют задники огромного размера картины, которая находится на заднем фоне и сменяется несколько раз в течение всего спектакля. Итак, мы уже поговорили с вами о композиторе Петре Чайковском. Говоря о людях, оказавших влияние на развитие балета как визитной карточке России, нельзя не вспомнить Сергея Дягилева. Благодаря ему русский балет, как и вообще все русское, в начале XX века стал очень популярен. Дягилев и его группа гастролировали по Европе. Так они повлияли на развитие данного вида искусства. Хочется отметить, что их гастроли прозвали «Русскими сезонами». Почему же они так запомнились миру? Труппа проводила множество экспериментов, связанных с балетом. Но об одном я хотела бы поговорить поподробнее. Так, я говорю о балете «Послеполуденный отдых фауны». Он длился всего 8 минут, но даже за это время он успел создать целую бурю эмоций у публики. После того, как опустился занавес, публика несколько мгновений молчала, а потом недовольные крики смешались с криками на бис. Занавес подняли и спектакль повторили. Те основы, которые были заложены в то время, живут и по сей день. С тех пор балетная школа России мало изменилась, но в мире до сих пор то и дело говорят о русском балете и его представителе, что только подтверждает культурную ценность этого вида искусства для России. Так, теперь, когда мы рассмотрели становление балета в России, поняли, как он распространился в мире и как приобрел статус в визитной карточке, давайте попробуем угадать, что из следующих утверждений факт, а что миф. Итак, первый вопрос. Как вы считаете, правда ли, что англичане готовы были менять свои имена на русские, чтобы попасть в коллектив Дягилева? Давайте попробуем ответить на этот вопрос вместе. Если вы подумали, что это факт, то вы были совершенно правы, так как одна из участниц русских сезонов Элис Маркс стала Алисей Марковой, а англичанин Сидни Фрэнсис Патрик Хиликей вошел в историю под более привычным нашему уху Антон Долин. И даже годы спустя традиция сохранилась. Одной из первых британских балерин, гастролировавших в Советском Союзе, стала Надя Нерина, порожденная Надин Джат. Второй вопрос к вам на сегодня от меня. Как вы считаете, балеринами могут становиться только изящные и элегантные девушки? Правда ли это? Если вы ответили, что это миф, то были правы, так как есть множество примеров, которые доказывают этот факт. Балеринам необходима огромная сила воли, поскольку травмы во время спектаклей далеко не редкость. Можно привести в пример один случай. Однажды Ольга Лепешинская, довольно-таки известная советская балерина, во время выступления сломала ногу. Треск был слышен всем, но балерина героически довела сцену до конца даже с тройным переломом. И перейдем к третьему вопросу, последнему на сегодня. Как вы считаете, правда ли, что балет показывали во время серьезных изменений в стране по телевизору? Это факт, так как этим балетом было «Лебединое озеро». Именно этот спектакль врезался в память многих людей из-за того, что его показывали во время изменений в стране, и он стал невольным символом больших потрясений в СССР. Вот и все, что я хотела бы рассказать вам об этом виде искусства. Если у вас все еще остались вопросы, я постараюсь ответить на них. Ну и сейчас, может, посмотрим фрагмент балета «Лебединое озеро», если нам удастся его запустить. Приносим свои извинения за технические погрешности, но мы пока учимся, поэтому это простительно. Балет «Лебединое озеро» – один из самых любимых в нашей стране. Его показывают делегациям в стране, прибывающим в Россию, так как именно он отражает национальный дух граждан нашей страны. Можно я трошечку сейчас возьму и спущусь? Ну давайте. Хорошо. Есть ли вопросы к нашему выступающему Карине по балету как искусству? У кого-то есть что спросить, уточнить и, может быть, сказать? А в Индии развивается балетное искусство? Кто-нибудь может сказать? Или в Индии нет балета? Есть, есть. Увлекается балет, да. И профессионально тоже тренируются там, например, в русском доме. Еще есть институты, где учатся балет. И есть балетное училище, школы балетные, да? Да, 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 есть, есть, есть. А как зовут вашего самого знаменитого композитора, который написал музыку к какому-нибудь балету? Ну у нас это русский балет, это не индийский балет. А это русский балет? Это русский балет. А индийские композиторы не пишут балетную музыку, нет? Я пока не видел. Если кто-то из наших участников видел, поделитесь, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Так, попробуем еще раз, если получится. Так, ну давай. Еще нет. Татьяна Анатольевна, я вам прислал вот эту картинку, куда надо нажать при демонстрации экрана. Правильно? Ну, хорошо, ладно, закончим тогда с балетом, если у нас не получается. Не будем мучиться. Вот в чате пишите снимку мой, вот здесь можем нажать и посмотреть. Так, ну. Нет, пока не слышно. Ну, приносим свои извинения, не очень получилось, хотя Арина очень старалась, чтобы все было достаточно наглядно. Ну, а нам сейчас предстоит услышать сообщение о древнем стиле индийской живописи Матхубани и сообщить нам об этом Шамсе Алам. Пожалуйста, подключайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анатольевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. 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 века территория округа Мадхубани входит в состав могучего и просветающего королевства Митила в предгорах Гимале, родине буддизма и женизма. Поэтому этот вид живописи предшествия из региона Митила также известен как митлийская живопись и практиковалось он в Бихаре и в Непале. Митила было местное рождение садцы, сети, поэтому в необычных картинах Мадхубани часто встречаются сюжеты из древнего эпоса Рамаяна, с которыми они связаны историей своего возникновения. Считается, что народное искусство 2500-летней давности живопись в Мадхубани как раз и заражились во времена Рамаяна, когда царь Занека попросил художников запечатать свой звук своей дочери сети и принца Рами. Обычно эти картины создавались женщинам на сценах и полах домов во время праздников, церемоний или особых случаях. Матери передавали знания своим дочерям. Они обучали их изготовлению кроссов и рисованию малоизвестным за пределами этой местности. Очень интересно знать, что о существовании металлической живописи стало известно только в 1932 году во время сельского сильного землетрясения в Бехаре. Во время оценки урона, нанесенного землетрясением, британский колональный офицер случайно наткнулся на картине, убравшие внутренние стены домов и особенности живописи Мадхубани. Живопись Мадхубани традиционно создавали женщинам металли из каст браманов, кастов и досадов. Таким образом, искусство Мадхубани имеет три основных стиля, соответствующих существовавших в эти временные кастовые системы. Первый стиль – это броманический. Картин из женщины броманок наполнен яркими красками, изображениями различных божеств, во живописи религиозных мотивов, свободный доступ к священным текстам помогали им с легкостью изображать мифологические и религиозные мотивы во своих картинах. И рождение Игоря Кришны в связи Рами и Сити, изгнание Рами в лес, богиня Дурга – вот некоторые мифологические сюжеты, которые изображаются во живописи Мадхубани. У нас второй и третий стиль тоже. И как же рисуются эти живописи? Примечательно, эти мифлистские живописи создаются с помощью пальцев в веточек, а в наше время также с помощью спичек и перьев. В этих картинах обычно используется яркий свет и рисуется контур краской зелени из рисовой пасты. Иногда в этих картинках бывают пустые, но разрисованные пространства. Но если у рисунка есть граница, то все его пространство украшается геометрическими и светочными узорами. В картинках используются натуральные краски, например, уголь и шажа для черного света, сок куркуми для желтого. Красный свет производится из сандалового дерева, голубой из индигу и так далее. Живописи Мадубани в наши дни. И по сей день, в настоящий время, живописи Мадубани практикуются многими женщинами древней Ранты. Женщины трех поколений в этой древней предпринимали большие усилия для сохранения этого искусства от вымирания. Они обучают Мадубани других женщин, чтобы митлерская живопись стала не просто рисунками, а образом жизни и передавались последующим поколениям. Работу его стиле Мадубани нашли свое место в том числе в музее митлевой иконии. Интересно отметить, что картины изображающие религию, традиции и общественные устои помогают женщинам донести до общественного деятельности, свои взгляды на социальные проблемы. Картины Мадубани «Спасители леса». В 2017 году более чем 100 деревьев были украшены картинами Мадубани. Целью этой инициативы была защита деревьев, которые должны были вырубить ради расширения дорог. Эта акция оказалась эффективным способом с интернетом. У нас тоже не показывается, тоже нет связи, видимо, какие-то проблемы с интернетом. Шамсе, наверное, потеряли связь с Шамсе. Можно пойти дальше? Давайте пойдем дальше. Тем более, что мы увидели, наверное, большую интересную часть сообщения Шамсе Алама. Он молодец, постарался и очень хорошо рассказал об искусстве живописи Мадубани. И сейчас мы тогда предоставим слово Юлии Шугуровой с очень интересным сообщением о русских сказках. Постараемся понять их мотивы, смыслы и мораль. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я бы хотела немножко отвлечься от серьезных тем, о которых мы говорили раньше, и поговорить о сказках. Тем более, что сказки — это исток любой культуры, и исток жизни любого человека, потому что все мы читали сказки, когда были маленькими. Скажите, пожалуйста, можете ли вы видеть презентацию? Видна презентация? Ну, надеюсь, что да. Да, видно. Тогда давайте начинать. Русские народные сказки являются неотъемлемой частью русской культуры, которые позволяют как ее носителям, так и тем, кто изучает нашу культуру как иностранную, много понять про русский народ, особенности его мышления и самосознания. Русские сказки имеют различные классификации. Изучением русского народного фольклора занимаются многие ученые. Сюжеты русских народных сказок лежат в основе авторских произведений таких величайших писателей русской литературы, как Пушкин, поэтому знать о русских сказках будет полезно каждому, кто так или иначе интересуется культурой нашей страны. Как и сказки других народов, русские народные сказки носят морализирующий характер, раскрывают особенности русского народа, передают особенности быта Древней Руси, становясь в том числе и историческим источником, на основе которого к тем или иным выводам приходят историки, изучающие, например, Киевскую Русь. Героями многих сказок являются животные. Заяц, лисица, волк – излюбленные герои русского фольклора. Так как животные, хоть и отличаясь друг от друга, переходят из сказки в сказку, они приобретают определенные постоянные черты. Заяц всегда бедный, честный и беззащитный, лисица хитрая, а вот волк, изначально отрицательный герой, постепенно становится помощником главного персонажа. Частым героем русской сказки также является Иван, распространенное русское имя. Он существует в сказках в двух версиях. Иван-дурак или Иван-царевич. Один – простой крестьянин, не отличающийся ни умом, ни красотой. Второй – наследник и герой. Однако в конечном счете оба, пройдя обряд взросления, достигают своей цели и получают награду, обычно красную девицу. На слайде вы можете видеть продолжение. Самая, получается, левая картинка – это пример. Это знаменитая картина, написанная одним из наших художников. Такие народные сказки, как, например, «Каша из топора» о необычайном рецепте блюда, раскрывают читателю смекалку русского народа. В ней солдат, шедший на побывку домой, остановился на ночь у скупой старушки, которая не захотела накормить его ужином. Тогда служивый не растерялся, предложил сварить ей кашу, ну, хоть из топора. Старуха удивилась, но согласилась. Потом солдат хитростью выманил у старухи все продукты, необходимые для каши – крупу, соль, сахар и даже масло, ведь, думая, что главным в блюде будет топор, она не заметила подвоха. Через некоторое время и она, и солдат были сытыми, а бабка и не почувствовала хитрости. Сказка заряжает умением находить выход из любого обстоятельства, не терять при этом чувство юмора и общаться так, чтобы человек чувствовал себя вполне комфортно. Но не все сказки, но не все, без исключения русские народные сказки, несут себе ту или иную мораль. Некоторые сказки учат нас важным бытовым вещам. Так, например, в сказке «Лиса и журавль» рассказывается о двух животных, которые, заведя дружбу, стали ходить друг к другу в гости, но подавали угощения в посуде, неудобной для своих гостей. Лисица положила журавлю кашу в плоскую тарелку, так что тот не смог съесть и крохи из-за длинного клюва, а журавль – глубокую и узкую, так что и лиса не смогла насладиться угощением, что привело к концу дружеских отношений. «Сказка учит нас, что, принимая гостей, мы должны учитывать их особенности, быть гостеприимными и щедрыми, иначе люди в ответ будут вноситься к нам так же, и мы останемся одни». Русские сказки – отражение русской культуры и общества, которые в шутливой форме учат нас правильно поступать, любить семью, быть добрым и смелым. Поэтому я более чем уверена, что всем, кто хочет погрузиться в русскую культуру, стоит начать именно со сказок. Благодарю вас за внимание и буду рада ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. Какие вопросы о русских сказках возникли у нашей аудитории? Еще хочу тоже задать вопрос профессору Сону Сайни. Надо ли переслать наши презентации на ваш адрес? Тексты мы уже пересылали в выступлении, а если понадобятся презентации, мы тоже можем их прислать. Ждем вопросы. А в Индии сказки тоже пишут? Есть народные сказки в Индии? Шамсы? Может, вы ответите? Да, в Индии народные сказки очень популярны, и до сих пор не так популярны, как раньше были. Но сейчас тоже популярны. Так мы будем. Ну что ж, хорошо. Тогда переходим еще дальше по нашей программе и пригласим Шалу Кумари рассказать о рисовании, которым, видимо, этот человек очень увлечен, потому что доклад так и называется «Моя любовь, моя мотивация – рисование». Пожалуйста, с удовольствием прослушаем этот доклад. «Шалу, а где вас не нариют?» «Шалу, у вас еще не слишне. Включите микрофон, пожалуйста». «Разир, я буду sharing the screen». Да, спасибо. «Моя выбрана» «Моя выбрана» «Связка» «Связка» здравствуйте здравствуйте мы вас слышим меня зовут шанга мари моя презентация на теме моя любовь моя мотивация рисование добрый день я очень рада находиться сегодня здесь во своей презентации я хотела бы проделиться с вами своей любовью к живописи так же я надеюсь больше узнать об искусстве разных стран от каждого из вас живу моей жизни живопись была моей радостью и вдохновением способом а самаре 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 жения я накажу обла улака целыми русскую и индийскую художистовение традиции мне очень нравится работе андрея рублиева и такси амбрити сиргл их уникальный стиль и использование ярких цветов во многом повлияли на мои собственные работы как русские так и индийские виды искусства имеют богатое культурное и историческое значение русское искусство известно своими а символическими и ажи религиозными темами на индийское искусство также показали влияние духовные и мифологические сюжеты как русские так и индийское искусство известно использование ярких и наше 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 некое цветов истоки индийские живописи можно предусмотреть до двер древним временем когда искусство в особном использовалось ва религи- религионных или ритвуалных стилях самыми ранее самыми ранее образы индийские живописи можно найти ва пи-ширак аженти после обречения независимости появилось современное индийское искусство а также художники как хусейн союза и раза получили международное признание живописи позволяет вам раскрыть свою творческую сторону и выражать себя уникальней и значимым образом процесс создания и произвозения искусства может быть медитативным опытом который определяет достаточно ум и успокоить мысли русские и индийские формы искусства влияли друг на друге на вочеряющие веков между двумя странами было много случаев культурного обмена исследуя эти виды искусства вы можете получить предоставление о взаимосвязи между искусством и владащью я наделюсь что моя презентация так нам вела вас на на исследование ваших собственных творческих предоставление будь то за помощью живописи или другого вида искусства спасибо за внимание шалу спасибо вам большое за презентацию за ваш русский язык нам было очень интересно скажите пожалуйста а вот вам больше всего нравится рисовать красками или рисовать в фотошопе других электронных приложениях украинского языка раку шалу я могу сказать это если можно like more to um to draw it with colors with some paints or to draw it on your computer maybe use photoshop or ie I you are asking about me or the Indian artist yes sir вопрос такой вам больше нравится рисовать на компьютере или на бумажке что вам больше нравится что вам больше нравится на компьютере или на бумажке на бумажке даже на бумажке вам больше нравится спасибо большое за ответ шалу спасибо спасибо вам за интересный рассказ мы его прослушали с большим-большим вниманием ну а теперь предоставим слово полине юриной ее сообщение будет о театре и о выдающихся деятелях русского театра пожалуйста всем добрый вечер меня зовут юрия наполина и сегодня я хочу рассказать вам о двух известных личностях русского театра константине станиславском и михаиле чехове скажите пожалуйста хорошо видно презентацию да большое спасибо итак начнем константин станиславский был режиссером актером педагогом и создателем уникальной системы актерского мастерства с детства он учился музыки танцем и даже имел небольшой театр у себя дома так он уже во взрослом возрасте сменил учебу работой в театре а в 28 лет начал делать собственные постановки и открыл театр нового типа московский художественный театр особенностью нового театра было участие режиссера в творческом процессе постановки он мог предложить свое видение произведения отличавшиеся от оригинального текста на сцене нового театра ставились пьесы русских и зарубежных авторов самые известные из них венецианский купец чайка 12 ночь мещане и многие другие именно как режиссер константин станиславский известен всему миру своей знаменитой фразой не верю которую вы можете видеть на слайде чему же он хотел поверить предлагаю посмотреть отрывок я прислала его ссылку на него в чате вы можете посмотреть видео после презентации подписана на первое видео отрывок из популярной русской пьесы николая васильевича гоголя женитьба немного предыстории главный герой мечтает выгодно жениться к нему приходит сваха то есть женщина которая искала жену или мужа и расхваливает его будущую жену после просмотра я хотела задать вам вопрос какие характеры у главного героя из вахи но к сожалению мы сейчас данный момент не сможем посмотреть отрывок из видео после просмотра вы возможно заметите что характер героев описывают всего персонажа таким образом актер полностью вживается в роль героя показывая все эмоции которые мог бы испытать выдуманный герой благодаря этой техники написанный режиссером герой становится на сцене представляете реальным человеком именно появление героя с его истинными чувствами заставляет нас верить в реальность происходящего с помощью своей техники и новой концепции театра константин станиславский мог создать отдельный живой мир на сцене это захватило сердца людей и совсем скоро в 1912 году станиславский стал преподавать актерское мастерство для нового поколения актеров самый известный из его учеников михаил александрович чехов его фотографию вы можете видеть на слайде позже тоже ставший педагогом и режиссером в театре он был племянником русского писателя антона павловича чехова который часто работал со станиславским над постановками многих пьес так михаил чехов после окончания обучения пошел работать в театр к станиславскому где он действительно полюбил театр в театре он сыграл множество ролей но самыми значимыми были роли ах листакова в комедии ревизор и главная роль гамлите вслед за своим учителем он открыл первую студию московского художественного театра и также усердно работал над изменениями в теории актерского мастерства на основе системы станиславского михаил чехов смог создать свою собственную можно назвать это дополнением к предыдущей системе своей системе он объединил работу режиссера и актера теперь актер использует воображение чтобы наполнить жизнью своего персонажа у персонажа могут появляться особенное поведение или особенности речи но это все отличается и остается частью воображения актера то есть актер должен добавить исключительности своему персонажу современным примером актерского мастерства по системе чехова можно назвать русский сериал внутри лапенком его суть заключается в том что все роли в этом сериале играет один человек предлагаю посмотреть на эти две фотографии и под предложить какие характеры у этих двух персонажей прошу включайте микрофоны и делайте свои предположения понятен ли вопрос если нет то я его повторю посмотрите пожалуйста на фотографии и скажите какие характеры у этих двух персонажей кто из них злой кто добрый кто веселый кто огорчен трудно да сказать первым во первом картина он а на второй картине и он секретный агент я слышала что кто-то хотел ответить но если больше предположений нет я могу назвать правильный ответ на первой картинке персонаж очень трусливый но добрый она второй картинки смелый и дерзкий персонаж он является злодеем интересно не правда ли как один человек может играть разных героев все дело в том что у каждого из персонажей есть маленькие детали которые отличают друг от друга каждого нового героя однако у всех у них есть что-то общее и это не только прекрасные усы но еще и время сцены на которой они находятся это русские реалии прошлого таким образом также на сцене создается маленькая жизнь в русском городе со знакомыми всеми людьми которых на самом деле могло даже и не существовать можно сказать что наследие константина на станиславского и михаила чехова для русского театра велико его можно увидеть в книгах которые читают актеры по всему миру в большом количестве учеников и преподавателей и конечно же главное наследие это театры которые называются в их честь не только в россии но и за ее пределами посмотрите пожалуйста на слайд вы можете увидеть примеры современных театров именами которых названы да именами которыми названы эти театры данный театр находится в Риге это театр Михаила Чехова и справа вы можете видеть скульптуру Михаила Чехова в образе Хлестакова о котором я говорила ранее интересно спасибо за внимание будем рады если вы сможете посетить один из этих театров посмотреть пьесу на русском языке и почувствовать совсем иную жизнь буду ждать ваших вопросов спасибо большое Полина ну и мы поскольку у нас клуб разговорного языка все-таки надеемся услышать вопросы от индийской аудитории если сложно по-русски но можно по-английски задать вопросы пожалуйста постараемся сначала по-русски да вот я вижу девушка хочет задать вопрос пожалуйста я хотела бы узнать что в это дигитальное время популярнее ли театры в вашей стране так же как это было до дигитального времени отличный вопрос большое спасибо за ваш вопрос да конечно очень много студентов ходят сейчас в театры я не исключение да конечно у студентов есть специальная пушкинская карта которая позволяет посещать любой театр в любом городе государство государство поддерживает студентов и перечисляет пять тысяч рублей на специальную карточку она называется пушкинская и по этой пушкинской карте можно приобретать билеты в театры музеи и так далее еще вопросы мы тут я смотрю становимся все более и более интересны друг другу появляются наши вопросы у меня есть вопрос к Полине вы показали нам некоторые современные театры но я не знал вот почему я спрашиваю есть один театр театр имени Станиславского вы можете сказать где это находится в каком городе да возможно это не было показано в презентации но этот театр находится в москве столице россии спасибо вам ну что наверное достаточно вопросов Полине поблагодарим ее за прекрасное сообщение да и перейдем к сообщению Жотна о танцах Индии это очень интересная тема какова история и современность танцев Индии пожалуйста видно презентация пока нет мы терпеливо ждем сейчас видно пока нет пока нет пока нет пока нет пока нет ". Номерно так же. Номерно так же. Номерно так же. Вы Bronxы, которые делали пустые смотрели, в два раза наживки. Никто неが. Номерно так уже на игре открывается, то есть Это вылипается к нему и просто на игре? Номерно так же вы видите, в духовке. Он уже не посмотрел, что его гласная. Немерно так же вы Ir Japonistasittelу начали. Номерно так же вы получаете лимфа. Работает лимфа. На ней они как-то нём сфотом, не пустая. а а а а а а а и а а и и мы нашли презентацию можем показывать ее сами вы видите ее сейчас презентацию давайте покажем вам просто нужно будет говорить когда переключать слайд да говорите когда надо переключать слайд знаете пожалуйста а спасибо большое за эту возможность тема моей презентации это танцы инди история и современность но но мы знаем что искусство это очень трудно даже определение искусству но каждая работа которую мы сделаем сама по себе является искусством но можно сказать что искусство это способ выражения мыслей эмоций и переживаний но искусство может иметь разные жанры стили интерпретация искусство но искусство можно считать таким же древним как и зарождение живого существа next slide а некоторые на примере искусство являются танец песни живопис литература и так далее next slide но но сегодня наше внимание сосредоточено на танцах в Индии классических и современных но история танцев в Индии историю индийской танцевальной формы можно последствовать до велического периода индийский народ который обладал знаниями о музыке и танцах еще в 6000-ом годах до нашей эры что призначает и известные истории федер но индийские танцы существа великий период алисский период рамайну махабхарату период будди и пасы джин новые стили жанри и танец но подобную информацию о музыке и танцах и танцах можно последить последить в велический период в Индии все виды искусства и милиции и опыт души находят свое высшее выражение в музыке но считается что литература была заинствована вели выражение это из вели но натишаст и обе дарпана рассказывает нам что брамасос далтанец попрос бы богов и он стал известен как питая веда открытая для всех независима от качества и вероисповедения видяния next slide please next slide please но теперь классический индийский танец также название метро него а но что наверное что отлич не в той мере, в какой он включает в себя техники наше шастры. Наше шастры – шастры – это санскритский трактор об исполнительском искусстве. Давайте посмотрим сейчас все танцевальные формы по отдельности. Первое – это бхаратнатям. Это традиционная форма танца Южной Индии, известна своей грацией, чистотой, нижностью и скульптурностью. Эта форма – сочетание бхава, которое обозначает выражение ритм. Это смешение элементов более ранних форм танца, как даси, аттам и садр. В основном, это совершалось… Бхаратнатям был разработан путем смешания элементов более ранних форм танца – даси, аттам и садр. Даси – это которые танцевали в крамах в такое время. Следующее – это катак. Катак – это форма танца, ведет свое предсказание от кочевик бардов древней северной Индии, известных как катаккари. Это обозначает «рассказчики». Эта форма в основном практируется рассказчиками истории. Раньше они рассказывали истории в форме танца. Эта форма популярна в северной Индии. Но история катака начинается в древнем времени с выступлений профессиональных рассказчиков по имени катак, которые декламировали или пели истории из эпоса или мифологии с некоторыми элементами танца. Следующий, пожалуйста. Но сейчас у нас последний, пожалуйста. Еще осталось шесть формы танцев, как катаккали, кучипури, манипури, мухиниаттам и одессы и саттарья. Все эти танцы были предложены правительству Индии очень современные танцы. В нашей древе Индии также практируются некоторые смешанные формы и отдельные новые формы. Как в это время, Удэшанка считается как отец современной танцы в Индии. Удэшанка был одним из первых танцеворов, создавших своего рода фьюжн. Фьюжн – это смешение два вида. Основным аспектом современного танца было движение тела ради самого себя. Здесь музыка была написана по мотивам танцевальной композиции. Некоторые из его важных популярных постановок – это лангкаддхан и панчататр и другие. Но в наши дни в Индии дополнение классическим формам Некоторые народные форумы в этих дни в Индии. Известные народные танцы в это время «Бхангра», «Лавни» и так далее. Но история танца в Индии очень древняя, хотя с временем в танцевальной форме добавляются элементы, поскольку классический танец приобрел, добавлялся большую популярность. В наши дни большое внимание уделяется и современным формам тоже. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы закончили? Закончили, да? Спасибо вам большое. У нашей аудитории возникли вопросы к вам. Пожалуйста. Да, скажите, пожалуйста, очень интересно было узнать о видах танца, которые есть в Индии. Вы сами чем-нибудь занимаетесь, то есть танцуете какой-нибудь вид этих танцев? Да, да, я занимаюсь гаттагом. К сожалению, не услышали. Можете повторить? Неполадки были с интернетом. Да, 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 я занимаюсь гаттагом. Отлично, спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, еще вопрос? Да, у меня еще один вопрос к вам. Спасибо за ваш доклад. Было, правда, интересно. Подскажите, в школах в Индии преподают танцы как предмет? Да, у нас есть выбор в школе. Если мы хотим, чтобы изучать танец как определенный субъект, мы сможем. Но у нас есть выбор. Если мы хотим, тогда да, если нет, тогда нет. Спасибо вам. Спасибо большое. Еще есть вопросы? Достаточно, да? Ну что, дорогие друзья, настало время подводить итоги нашей встречи. Она была интересна как вашей стороне, так и нашей стороне. Мы узнали многое о живописи, музыке, танцах Индии. И за это очень благодарны вам. Давайте обменяемся впечатлениями, что ли. Пожалуйста, кто начнет в нашей аудитории, потом поддержат в индийской аудитории. Пожалуйста. Дорогие коллеги, хотелось бы поблагодарить вас за прекрасный русский язык. Было очень приятно нам всем услышать, как красиво вы говорите на нашем языке. За ваши очень интересные доклады. Я думаю, что не совру, если скажу, что у каждого из нас возникло желание приобщиться к индийской культуре, заняться живописью или танцами, или во всяком случае посмотреть вживую на те примеры изобразительного, танцевального, музыкального искусства, о которых вы сегодня говорили. Спасибо. Кто еще хотел бы? Да. Мы будем с радостью ждать вас у нас в гостях в Томске. Приезжайте. Мы вам покажем и театр, и архитектуру, и живопись, и поговорим с вами, и даже попробуем национальные блюда. Пожалуйста, еще кто? Пожалуйста. С индийской стороны, кто из студентов хотел бы сказать несколько слов? Да, пожалуйста. Я хотел добавить еще. У нас Джоста только что читал доклад, она тоже хорошо поет. Хочу, чтобы еще наши студенты говорили о своих впечатлениях по поводу. Да, пожалуйста, Шамсей, Джоста, Анкач, Шалу. Здравствуйте, да. Я очень благодарен, что у меня возникла возможность узнать много нового, интересного. благодаря вашей презентации по разным тематам. Например, много знали о Третьяковской галереи, и через художников изображали разные темы. Например, Виктор Михайлович Андрей Рубльова, и Констансинова, и Иван Иванович Сишкин, и тоже архитектуры, и тоже современные театры. Например, Саниславского и Чехова имени. И я надеюсь, что у нас будет такая возможность еще в душе. И мы приглашаем вас. Если у вас есть возможность, посмотрите в нашем городке, у нас очень хороший конкурс и очень дружественная... На самом деле мы восхищены. Русский язык очень трудный, и то, что вы его изучаете, осваиваете, для нас это большая честь. Вы молодцы. Продолжайте в том же духе. Кто-то еще из студентов хотел бы выступить? Пожалуйста. Да, я хотела бы сказать, что мне было очень приятно послушать всю презентацию. Это многое добавило ко моим знаниям. Информация о театрах, картинах, живописах и все другие презентации были действительно очень-очень хорошими. Спасибо. Спасибо за высокую оценку. Пожалуйста, доктор Экеран Синг-Верма скажет нам несколько слов. С нами? Видно? Слышно? Да, да. Здравствуйте еще раз, уважаемые организаторы. Я, конечно, хочу сейчас выразить свою благодарность от имени Центра русских исследований университета имени Джавахар-Лал-Неру. Хочу выразить искреннюю благодарность коллегам, организаторам Томского государственного университета, особенно уважаемой коллеги, профессор Татьяны Анатольевны Костюковой. Спасибо. Она, конечно, доктор педагогических наук Томского государственного университета. Очень благодарна вам за организацию совместного мероприятия для студентов наших университетов. Это был замечательный опыт для всех участников и студентов, и коллег, и остальных зрителей, которые позволили расширить знания и познакомиться с искусством, с культурой наших двух стран. Конечно, атмосфера этого мероприятия была дружеская и располагающая, и также научная. Темы и доклады были интересными и познавательными. Также хочу отметить, что студенты хорошо ответили на все вопросы. Анастасия, спасибо молодой Анастасии за прекрасную, цветную, визуально привлекательную, информативную и интересную презентацию и за то, что она могла вызвать у аудитории интерес и понимание значимости российской богатой архитектуры. Панкачкумар Шарма, спасибо большое за презентацию об индийских и русских музыкальных инструментах и совместных музыкальных проектах России и Индии, за интересную информацию о проектах, которые были осуществлены в рамках культурного сотрудничества между двумя странами. Дорогая Екатерина Струд, вы молодец! Как красиво! И ясно, вы так красиво, Екатерина, вы так красиво и ясно рассказывали о краске, об известных русских художниках. Спасибо большое за интересную и полезную информацию, которая привлекала внимание аудитории. Ваша презентация имеет информативную информацию о красках, использованных в русской живописи, и они представляют интересные факты о жизни и творчестве известных русских художников. Молодец Ашиш Кумар Мишрах, студент нашего университета, он магистрант, конечно. Спасибо большое за интересную и информативную презентацию о музыке в Индии, особенно о болливудской музыке. Все любят и в России, и в бывших республиках СССР все любят болливудскую музыку. Ваша презентация была очень интересной, понятной и увлекательной. Алина Суботко, дорогая, выражаю благодарность за интересную информативную презентацию о русском балете. Вы проявили большой труд и старание в исследовании темы, и ваша презентация была просто великолепна. Конечно, еще была очень хорошо структурированной. Ваша презентация о живописи Мадубани была замечательной, и ваша работа действительно впечатлила. И всем лучше понять и оценить это уникальное искусство Индии, особенно штата Бихара. Спасибо вам большое. Дорогая Юлия Шугурова, вы ясно объяснили о народных русских сказках и представили множество примеров их различных вариаций. Спасибо. Вы молодец, Юлия. Шалу, студент университета Джавар-Ла-Ланейру. Ваша презентация о нарисовании была очень информативной и содержательной. Ваше увлечение нарисованием и знания убедительны. Юлия Полина, дорогая Юлия Полина, презентация о театрах Станиславского и Техова. Конечно, была очень интересной и познавательной. Вы рассказывали нам о важности и влиянии этих театров в истории театра, «Теория метода актерской игры Станиславского и ее отношения к Техову». Вы смогли подробно рассказать о том, как индийские классические танцы развивались на протяжении веков и как они стали частью культуры и традиций Индии. Было очень интересно, Сунанда. Спасибо вам. Спасибо всем участникам. Надеюсь, я не забыла никого. Спасибо всем участникам за вашу трудолюбивую работу и за ваше представление ваших удивительных тем в такой интересной форме. В целом, хотела бы поблагодарить вас за вашу энергию, которую вы вложили в подготовку этих презентаций. Спасибо, что поделились своими знаниями. Спасибо всем. Поздравляю всех участников с успешной презентацией и поздравляю всех организаторов с успешным закрытием мероприятия. Огромная благодарность вам, дорогая доктор Керен Сингх, за персональный анализ того вклада, который внес сегодня в нашу встречу каждый присутствующий здесь студент. Очень благодарны вам за это. Ну и попросили бы доктора Анжей Кумар Карнати сказать несколько слов в завершении, если можно. Да, спасибо вам большое за то, что давали возможность нашим студентам и вашим студентам участвовать. Вот смотрю, наши студенты тоже неплохо говорили. Конечно, как преподаватели у нас, вы понимаете. Но презентации ваших студентов мне очень-очень понравились. Я хорошо подготовлен и были готовы ответить на все вопросы. Вот смотрю, тут очень много делали вы тоже вместе со студентами, работали. Спасибо вам большое. Я смотрю, у вас там в полном сборе все участвовали. Вот смотрю в онлайн формате и в онлайн формате еще, так называемой гибридной формате. Спасибо вам большое за очень хорошую, хорошо организованную программу. За то, что вы дали нашим студентам и нам участвовать и поделиться знаниями нашими. Спасибо вам. Всего вам хорошего. Дарим вас за такие теплые слова и очень хорошие напутствия. Еще кто-нибудь хотел сказать слово? Доктор Сонусайни. Ну, давайте, если еще кто-то в зале хотел бы что-то сказать. Сначала нужно слушать мнения либо комментарии, замечания из аудитории. Вижу, наш коллега Манрада Чоден тоже здесь. Есть ли у нее какие-то замечания? Да. И доктор Ча Савант, заведующий нашим центром. Есть ли у вас какие-то замечания? Мне хотелось бы сказать, что, конечно, вот такие мероприятия очень полезные, очень плодотворные. Вот когда студенты обменивают информацией, знаниями. И, может быть, у меня такое предложение, которое у нас было по идее, чтобы можно обменивать контактами участников, то есть выступающих здесь с вашими выступающими. Чтобы они, если у них какие-то общие какие-то интересы по какой-то теме, то они могли бы работать дальше. Потому что цель нашей программы также является, чтобы наши студенты, наши участники познакомились, как бывает обычно в разных конференциях, разных мероприятиях. Ну, чтобы мы потом можем, конечно, список вам отправить с электронной почтой либо контактами, чтобы, если кого-то интересовало, они могли бы присоединиться. Это первое. Второе. У меня предложение на следующие, на будущие такие мероприятия, если вы согласитесь, что мы в следующий раз постараемся, чтобы заранее подготовили. Это, конечно, моя вина, чтобы мой самый последний момент, чтобы готовить. Может быть, есть такая возможность, чтобы в следующий раз заранее объявляли и заранее подготовили презентацию без бумажки, без стечения. И говорили просто свободным видом. Это будет очень полезно нашим студентам. И будет потом дискуссия, разговоры и так далее. Вот это с этими. И хотел бы поблагодарить профессионально Анатольевне и вашим студентам, которые участвовали сегодня. Тут говорили прекрасно. И хотя бы у нас была такая плодотворная встреча. Спасибо вам огромное. И спасибо всем коллегам и участникам. Доктор Сонус Айни, вы строгий учитель. Строгий. Уже нельзя и по бумажке прочитать. Все ребята старались, они волновались. Мы это понимаем. Они начинают изучать язык. И большая благодарность им за то, что они не отступают перед трудностями, которые встречаются на их пути, а идут вперед. Вот этого мы и пожелаем друг другу. Идти вперед. И если немножко шире посмотреть на нашу сегодняшнюю встречу, мне хотелось бы подчеркнуть, что несмотря на то, что наши страны находятся так далеко друг от друга. И в мире сегодня такая напряженная, опасная ситуация. Мы нашли время для того, чтобы встретиться, посмотреть друг другу в лицо и сказать те слова, которые мы произнесли. Приезжайте продолжать образование в области изучения русского языка на филологический факультет Томского государственного университета. Не бойтесь нашего климата. Климат у нас серьезный. Такой он резко континентальный. Зимой бывает мороз, холод до минус сорока градусов, а летом плюс сорока градусов. Поэтому такие колебания температуры. Но мы вас научим, как можно жить и не беспокоиться об этом климате. Но в заключении хотелось бы подчеркнуть, что у нас у всех участников будут сертификаты, подтверждающие наш труд сегодня на этом замечательном международном вебинаре. Всем здоровья, радости и успехов. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. До новых встреч. До свидания. До свидания. Все взаимно. До свидания. До свидания. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...